Здесь тоже нашесты такие стоят. Сейчас я вам покажу минутку. Где нашесты? Вот ящик стоит, я это уже сейчас знаю, видишь ящик с сеточкой? Ящик с сеточкой. Это нашест. Нашест? Да. Вот семена трав, вот она, мешок сюда высыпаем, вот такой слой на всю зиму. Да, вы уже уложите, это семена трав. А, это мекина. Или семена или мекина, правильно? Мекина. Это бракованное все. А, ну понятно. Там есть, конечно, но это шелуха уже. Шелуха, да, мекина. То есть из этого трава уже не вырастет, скорее всего. Сидят ноябрь, декабрь, январь, февраль, все, и половина марта, 20 марта приезжаю с гусиным боем и высаживаю прямо на снег. В шалаши отсюда все кур, петуховый кур. Каждая секция, каждая порода сидит отдельно. Они у тебя терпят до марта, они несутся? Несутся. А куда? А вот они. И как оттуда добывать яйцо. Вот она. О, вот видишь, такая поскребушка. Я говорю, как в это играют? Нет, как он этот называет? Керлинг или как раз керлинг. Вот и все. Ага, и эта поскребушка теперь еще скребает. Кормушки вот такие небольшие, 5-6 штук. Но подстилку сухо у них. Вот я тут не показал вам и не покажу, потому что все выгребли. Вот. Сюда засыпаем вот эту штуку. Вот она. А основа-то какая-то непромокаемая? Линолеум? Это чтобы там щели. Вот эта штука, эта дезинфицирующая. Вот сюда 120 грамм на квадратный метр. Вот это белого порошка. Как он называется? Это основа? Нет, не тут. Вот. Новый санитарный. Любисан. Вот он, видишь? Любисан. Выдался денег. Да. Вот, видишь? Вот Катька насыпает. И сюда. Они копаются. И склевывают. И купаются. И дезинфекция получается. Николай Иванович, вот это что за хрень еще висит? Паилка. Да. Взрослая. Для взрослых. Около метра от полу. Почему нет? А они там где 60 сантиметров высота у меня кожа. Да. То есть он так вот, да? Да. А вот эти вот, иди сюда. Иди сюда. Сейчас. Такая интересная паилка. А это с сеткой? То есть и через сетку наливаешь, да? Да. Выдвигаем. Вот она, видишь? Только бок. Ага. Вот она. Вот она. Смотри. Ну-ка откройте тогда поилку, Жень. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Вот она. Вот она. Видишь как висит? Вот она. Сюда налили. Вот это сейчас. Насыпали сюда вот эти львусаны. Все. И на зиму их все, да. И на зиму все. И в марте месяц я их высаживаю. 20 марта отсюда убираю. Все. Вот это вот я, вот кстати про гвоздики, да? Нифига себе. Конечно у тебя рост-то позволяет мне вот ее не открыть. Да ладно. Вот на гвоздике, да? Это у нас дверка, да? Так, так, так. Это дверка. Внизу открывается в сторону. А здесь-то мне неудобно в сторону. Ага. Ага. Вот. Вот это. А это здесь было у меня эти самые тоже вот такие вот, видишь, я закрыл их. Тут карликовые цыплята живут. Им нельзя высокие, как те. Здесь карликовые живут куры. Высокие? На сестры, на сестры. Не, не на сестры. Это поилку еще ниже опускаю. Ага. Здесь вот такая полка была с дыркой и такая поилка. Все заведалось. Ага. А потом не достают они, я им вешаю. А они сюда выскакивают. И вот мне загородили мы. А вот эта зачем загнута? Ну, она койна, черт. Я не знаю. Просто откусить было ли ничего вот этого? Да кто подкусил? Одну руку я не откусил. А, что ты, Жень? Я думаю, какая-то у нее звука там специально. Так, Николай Иванович, давай поговорим про кошек. Вот. У меня было 9, осталось 4. Вы ее не кормите, она солому ест? Нет, я кормлю ее. А что она солому ест? Так, так, про кошек, про кошек, про кошек. 9 кошек, мышей нет, крыс нет. Все. Я правильно понимаю, здесь что-то насыпано между ними или что? Там пленка. Ничего не насыпано. Пленка. Доска снаружи, доска внутри и пленка. Все, больше ничего нет. И ты знаешь, воздух свежий, запаха никакого, не вру. Дополнительно не обогреваешь, ничем сами обогреваешь. Вон она, включена. А, вот это стоит все-таки, да? Вот сейчас тут никого нет, молодежь, а зимой их тут навалом. Вентилятор. Ага. Вот она, смотри. А где вентилятор? А, в окошке, да? Вот вон в окошке, вот вижу сейчас. Два окна было заложили. Вытягивают, да? Только на вытяжку. А дырок на приток до хрена. Воздух хороший, сухо, мамяка нет. И до свидания. Яички Наташка собирает. То есть специально какого-то приточного отверстия или нет, так по щелям затягивать? И никому не советую. Потому в одном месте будет холод затаскивать, да? Да щелей-то до хрена. Да-да-да, засосет все равно. Насосет, вон она. Ну вот вы зашли вот сейчас. Хорошо. А зимой вообще, ну я включил сейчас и зацеплят там. Тепла-то хватает вот этого? Остается. Я его зимой не включаю. Это сейчас, когда мало пока. Сейчас вот тут полки. Четыре полки. Четыре лампочки. Здесь, значит, это самые коры. На кой черт тут так вытяжка работает? Вода никогда не замерзает. Вот и все. Да, раньше здесь стояла конвертантная печка. Жарко было. Труба потекала. А тут сейчас убрали. Вон полочки. Туда подстилку. Цыпляточек. Сейчас покажу в инкубаторной. В инкубаторной живут с суточного возраста и до месяца. Месячных я их сюда ввожу. А в марте месяц уже. В феврале вывел. В марте взрослых убрал. А в мае я всех отсюда февральских убираю. Николай Иванович не захотел рассказывать нам про кошечек. А я хотел бы на этом остановиться. Это Артурчик. Артурчик, да. Это у нас мужчина в нашем кошачьем семействе. Я хотел бы вот что спросить. Кошки то это домашние или они сами живут в помещениях где хотят? Нет, только где хотят. Это уличные хозяйственные кошки. Кошки на службе на хозяйстве по отлову мышей. По отлову мышей и крыс. Крысы ловки они у нас. Крысы ловки. Особенно. Это вот молоденькие масты они у нас бегают. Так, и сколько их всего-то? Всего кот, три кошки и два котенка. Один котенок сейчас остался. Сейчас, да? Да, да. То есть, господа. Пять кошек всегда. Пять-шесть кошек у нас постоянно. А как вы их контролируете? Они же рожают, наверное, по шесть раз в год. Да нет, не успевают шесть. Но мы следим за ними. Друзья, значит, кому нужны кошки-крысоловы, обращайтесь к золотухинам. У нас многие брали котят. Естественно, естественно. Мне хорошие руки, за ради Бога.